Посмотрела недавно фильм, называется «Под покровом небес». Кто не видел, посмотрите, по-моему, то ли 90-й, то ли 99-й год. Иностранный фильм, по-моему, Бертолучи, режиссёр. Вы знаете, настолько он меня потряс, этот фильм. Я просто второй день нахожусь под впечатлением. Это вот недаром говорят, что есть такие фильмы, которые настолько включают твоё желание обо всём подумать, как-то всё воспринять по-другому. И вот они нас учат многому. Вот это один из таких фильмов, я рекомендую тем, кто не видел, посмотреть. Называется «Под покровом небес». Даже не буду рассказывать, о чём он. Посмотрите просто. Ну, а я гуляю здесь опять вот по территории яхт-клуба. Видите, яхт-клуб у нас специфический в Севью. Он часто бывает открыт, но вот в данный момент вот эта вот там такая вот у него верандочка, она закрыта. Вернее, просто так посидеть можно, подняться по ступенечкам, но заказывать там уже ничего нельзя. Не знаю, почему. Вот иногда вот этот вот английский так называемый бизнес, английская жизнь, она меня удивляет. Потому что если здесь они расположены в таком месте, где очень много гуляет туристов, и сейчас у нас как раз вот такой холодный тайм, время каникул, конец августа, шикарная погода. И почему бы было не открыть для всех, иметь какие-то деньги, какую-то прибыль. Вот они нет, они об этом абсолютно не заботятся, не волнуются. Такое впечатление, что, знаете, они живут на какие-то другие деньги. Потому что, чтобы раскрутить бизнес и что-то пошевелиться и сделать, у них не возникает никогда вот желания. Или вот, например, я хожу часто по нашим великолепным набережным в Шанклине, в Энтнере, да и здесь вот в Севью. Много у нас таких красивых набережных. И почти нигде никогда не звучит музыка. Хотя люди все музыку любят, и особенно молодежь. Вот если какая-то музыка где-то начинает звучать, тем более живая музыка, то всегда народ стягивается. Вот я вам тоже показывала, скину еще внизу, когда у нас по понедельникам на пляже, на нашем в райде играет музыка, живая, поет афроамериканец, то всегда очень много стягивается людей. Так вот я к чему говорю, что не применяют нигде в кафе, в барах, там, где люди отдыхают на пляжах, не применяют эту музыку открытую. Почему бы казалось, столько бы сразу пришло сюда к вам людей, вы бы подняли свой бизнес, раскрутили бы свои эти открытые кафе на берегу. Но нет, иногда просто, вы знаете, мы поражаемся вот с друзьями, почему они вот такие вот странные, и почему они не заботятся о том, чтобы как-то раскрутить свой бизнес. Бывает, что они и прогорают даже, но вот они нет, они не заботятся и не думают, почему у них такое, я ума не приложу. Очень много здесь у нас кабриолетов опять на берегу, открытых машин, обожаю я их, конечно. Спустилась, ноги помочить, прям зашла прям в своих сандалиях, благо они у меня прорезиненные такие, и проблем нету. Так что я сегодня хотела вам, друзья, рассказать. Я хотела вам рассказать, как здесь проходил вот этот Brexit. Наверное, вам будет интересно, потому что у меня спрашивают многие. А я почему-то, хоть сама и принимала участие, кстати, это было 23 июня 2016 года. Что такое Brexit для тех, кто, может быть, не понимает этого слова, от чего оно произошло и почему так называется. Это вот как раз референдум, который проходил в Великобритании, как я сказала, в 2016 году. Все люди в Великобритании голосовали о том, желают ли они остаться в Евросоюзе, или они желают из Евросоюза выйти. И вот, когда произошло это голосование, то получилось, что почти 50-50 проголосовали за то, чтобы выйти и за то, чтобы остаться. То есть там был очень небольшой такой перевес. Так вот, почему называется Brexit? Это первые две буквы B-E-R-R, Британия. И exit – это выход, как вы понимаете по-английски. Так вот, совместно, значит, вот Brexit сделали, теперь все называют Brexit, Brexit. Это вот референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Потом стали, после того, как Великобритания проголосовала большинством голосов за выход из Евросоюза, стали волноваться, что, может быть, и Франция выйдет, может быть, и какие-то другие страны последуют ее примеру. И тогда еще даже говорили, что Brexit еще может быть. Так вот, все еще ожидали Brexit, французский выход. Но французского выхода не последовало, так же, как и германского не последовало. И у нас, как вы знаете, этот Brexit, он теперь повернулся огромной проблемой для самой Великобритании. Здесь и цены поползли вверх, и сейчас уже многие говорят, что зря послушали большинство. Что почему получилось так, что проголосовали именно вот таким малым, но все-таки перевесом за выход, потому что все-таки Великобритания – это страна пожилого населения, а пожилые люди очень консервативны, и они все вспоминают, как раньше было хорошо им, когда они сами независимые были. Они, в связи с тем, что они островное государство, они обожают независимость, чтобы никто не вмешивался. И вот они так как объясняют, что вот именно вот эти все пожилые люди, которые не особо понимают и не особо стремятся к чему-то новому, они проголосовали за выход из Евросоюза. Так вот, я хотела вам рассказать именно о том, как на самом деле здесь проходит вот это вот голосование, вот этот вот знаменитый референдум, вот в такой вот продвинутой европейской стране, как Великобритания, на которую мы всегда, знаете, открыв рот, заглядываем, всегда берем пример. Так вот, я же, конечно, как вы знаете, голосовала также и у нас, эти всякие выборы в России, когда я жила. Ну и вот сейчас я голосую здесь, в Англии, так как я имею также еще и британский паспорт. И мне всегда приходят эти бумажки голосовать. Я не сказала бы, что я сильно жажду идти голосовать, отдавать свой голос, потому что я все-таки считаю себя не коренной британкой, чтобы как-то смешивать свой голос, знаете, и какие-то, чтобы решения принимали с учетом этого. Пусть они сами решают, я думаю, я так буду в сторонке. Но, тем не менее, вот когда прошел 23 июня 2016 года этот Brexit, я решила, пойду-ка я все-таки проголосую. Я могу сразу сказать, что я проголосовала за то, чтобы оставаться в Евросоюзе, потому что у меня единственный резон был, почему я так проголосовала. Это то, что я подумала, если Великобритания выйдет из Евросоюза, то они потеряют вот эти вот все безвизовые свои визиты по 86 странам с британским паспортом. И можно и жить, не только путешествовать, можно и жить, работать без всяких проблем, если имеешь британский паспорт в любой стране Евросоюза, и не только. Но я подумала, что, а кто его знает, а вдруг вот это вот повлияет на то, что потом придется, так же, как мне с русским паспортом, визу покупать. И я решила, что я проголосую все-таки за то, чтобы Великобритания оставалась в Евросоюзе. Не сказать, что я тут большой такой политик, и я что-то там себе наперед думала, как это будет, как говорится, скажется на их бизнесе или что-то такое еще. Да нет. Вот я говорю, почему я так решила проголосовать. Так вот, расскажу вам, как это происходило. Значит, там было написано, мне бросили бюллетень такой, типа брошюрки, в которой было написано, когда приходить, с какого по какое время, 23 июня, значит. И был написан адрес, адрес. Это вот, значит, черч, методист черч у нас, там, где мы жили, тогда с мужем Бинстетт Хилл, значит, вот недалеко, там была такая вот церковь действующая. И адрес был написан этой церкви. То есть у них в основном, вот у нас в школах проходит, да, все эти голосования, а у них проходят в церквях. Не знаю, может быть где-то и в школах, но вот у нас проходил в церкви. И когда я пошла, я иду, думаю, ну, наверное, где-то какие-то должны быть, знаете, хотя бы указатели, что вот идите там туда, вот здесь, вот здесь, там, или какие-то надписи, ничего подобного. Я шла, как говорится, все это искала, широко открыв глаза, смотрела, спросить не у кого. Народу, как обычно, мало гуляет. Я думала, что, знаете, все так дружными рядами идут на это голосование, да ничего подобного. Тем более у нас здесь на острове, на тихом нашем. В конце концов, я подошла к церкви, я подумала, наверное, в этой церкви. Вот я подошла, и я спросила, зашла в церковь, спросила у женщин, а где здесь голосует референдум? Они мне сказали, да, 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 вот выйдите из главного центрального входа, обойдите вокруг, и там будет, значит, вот в каком-то подсобном помещении, там вот эти вот проходят голосования. Я пошла туда. Да, там по какой-то тропиночке, короче, в какую-то подсобку. Зал такой похожий, знаете, на старые-старые наши спортзалы в школах. Вот наподобие вот такой вот был, с каким-то крашеным коричневым деревянным полом. Абсолютно пустой вот этот зал, какие-то синие занавески. Ну, в общем, вид ужасный. Стояли несколько столов в углу, там сидели женщины, вот 70 старше, за этими столами с какими-то, значит, вот листами бумаги, ну, понимаете, со всеми этими документами. Я подошла, показала свой британский паспорт, они меня, конечно, тут же нашли. Они мне показали, что я должна идти в кабинку. Кабинки тоже меня поразили своей простотой. Вы знаете, две всего было кабинки тоже из каких-то фанерок сделаны, с какими-то убогими занавесочками. Я зашла, там даже не было столика, а просто вот такая вот привинченная к стене полочка, на которой лежал какой-то обычный простой карандаш, какой-то обломанный огрызок карандаша, скажем так, вот которым, значит, я этим карандашом должна была поставить вот какой-то свой голос отдать, то есть крестик поставить по поводу, я согласна или не согласна, значит, вот с этим выходом. Представляете, меня это настолько удивило и поразило, я была, ну, знаете, не знаю, вот как вам сказать, но я ожидала чего-то все-таки более такого, знаете, цивильного. Может быть, это произошло в связи с такой вот, как говорится, вся эта убогость, которая выглядела, наверное, в 10 раз хуже, чем на каком-то нашем обычном избирательном участке в России. Вот опять сейчас, может быть, многие начнут меня бросать кирпичами. Что я тут хаю Англию, но я не хаю, я только рассказываю вам на самом деле то, что было. Что меня вот поразила вот эта вот вся убогость вот этого вот пункта, где нужно было отдавать свой голос. Может быть, опять же, я говорю, в центральных городах где-то по-другому, но здесь у нас было это все смотреть просто смешно. Ну, и я, когда вышла, что-то такое даже попыталась спросить у этих бабуляк, а правильно ли, что я вот карандашом поставила крестика, может быть, все-таки ручкой надо. Но они на меня посмотрели так странно, удивленно, они даже не поняли, что я спрашиваю. Ну, и я, как говорится, уже не стала особо вдаваться в подробности. Я бросила свой этот листочек в урну, вот так проголосовала, отдала свой голос за то, чтобы стоять, оставаться Англии. Ну, тем не менее, мой голос оказался в меньшинстве. Вот так вот прошло здесь в Англии голосование за выход. Может быть, кто-то знает какие-то другие моменты. Может быть, те, кто живет здесь в Англии, со мной не согласятся по повости и убогости всего того, уж как здесь происходит. Но вот мое было впечатление крайне отрицательное, потому что я никак не ожидала, что все это, как-то, вы знаете, настолько непродвинуто. У нас, как-то, знаете, бывает музыка, какими-то флагами украшали вот эти вот пункты голосования, какие-то там огромными буквами плакаты висели написано. Я не знаю, нужно ли это или не нужно, но когда этого вообще нет, то мне кажется, это тоже неправильно. Где-то в подсомном помещении за церковью, которую там с трудом найдешь. Я не знаю. И потом, вот когда я довольно-таки какое-то долгое время там находилась, мне было интересно посмотреть, как там люди приходят и что. И вот в течение там короткого этого отрезка 15-минутного, наверное, кроме меня еще пришли две бабулечки с палочками. Тоже они там что-то пошебуршались. И вот и все. И даже никакой газированной воды, никаких пирожков и никакой музыки. Ничего подобного там не происходит. Вот так в Англии проходило голосование о выходе из Европейского Союза. Что меня еще раз удручает и чем я вот с вами и делюсь. Жизнь здесь, в Европе, не всегда такая, как мы ее себе представляем. Ну вот как-то так, друзья. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся еще. Пишите свои отзывы. Не бросайтесь в меня копнями. И я говорю свое вот такое видение. То, что я вижу, я о том и пою. Пока-пока.